Вы знаете, позвольте поерничать немножко по этому поводу, прежде чем сказать серьезно. Мы наблюдаем полную политическую преемственность идиотизма. В данном случае госпожа Венедиктова прекрасна как такса, которая села на шпагат. Вы знаете, я вот даже задумался, а что меняется в людях, которые дорываются до власти. Ну, приехала ты из Харькова в Киев, живешь, условно говоря, в центре города, нет, тебе что-то не хватает. Дайте мне еще что-то загородное, дайте мне какое-то преимущество над рядовыми украинцами, над рядовыми служащими. Ну, слушайте, удача, тем более государственная в конце концов, это какой-то статус, да, ну, по крайней мере для чиновников. Ну, такой советский рудимент, что мама не горюй. Вы знаете, я даже задумался на том, что, ведь как все происходило. Сначала человек из Харькова переехал в Киев, там занимал какие-то должности, прошел парламент с партией регионов, стал генеральным прокурором, потом переехал на дачу. А что будет дальше? Знаете, мне вот вспомнилось, не хочу быть дворянкой столбовой, хочу быть владычей морской. А что будет дальше? Не придется ли потесниться первой леди от, условного говоря, там места рядом с господином Зеленским? Какие аппетиты у госпожи Венедиктовой? Как говорится, аппетит, прошу прощения за тавтологию, приходит во время еды. Конечно, это цирк Барнума, цирк уродов, который характеризирует этого человека полностью. Честно говоря, я не представляю себе, как можно хотеть вообще жить в каком-то казенном помещении. Хотим мы этого или не хотим, но это госдача. Слушайте, ну, это же сразу предполагается, что у тебя какой-то штат обслуги есть там, кроме положенных тебе по статусу водителей, повара, охрана и так дальше. Я бы, честно говоря, так жить не смог. У меня дача тоже не маленькая. По случаю на накопленные, на сбереженные деньги, купленная. Но я вам просто хочу сказать один пример. Скажем, на втором этаже своей дачи я в этом году вообще ни разу не был. Но оно мне не надо. Но госпожи Венедиктовой нужна своя территория, свои служебные собаки. Я имею в виду людей-охранников, которые ее охраняют. Поэтому странная какая-то тетка на самом деле. Вот если бы она была, условно говоря, тем человеком, которого нам презентовали, когда все зеленые входили во власть, она бы, наверное, попробовала пожить в каком-то общежитии. Ведь есть же ментовские общежития. Ну, сто процентов есть какие-то общежития для молодых начинающих прокуроров, которые еще не знают, что можно накапливать себе на квартиру. Вот пожила бы там с семьей, условно говоря, пожарила бы селедку на сковородке в общественной кухне. Ну, просто, чтобы показать свою близость с народом. Ну, а так это все действительно похоже на анекдот. Дело в том, что когда-то Виктор Федорович Янукович тоже не начинал с резиденции в Межигорье. Когда-то у него не было золотого батона. Но он начинал вот с подобного рода госдач. Слушайте, а у вас есть гарантия, что госпожа Венедиктова, почувствовав такой вкус к власти, почувствовав свое преимущество над всеми окружающими, ну, блин, такой чиновник, свой человек президента, что мама не горит, ограничится ли у нее, в общем-то, аппетит этой дачи? Ведь госдач, и, кстати, даже поболее по статусу, полным-полно. Я только один совет хотел бы ей дать. Есть отличная дача в Форосе, в Крыму. Госдача, которая там сейчас в Российской Федерации. Госпожа Венедиктова, а ну-ка давайте нафиг с Киева съезжайте в аннексированный Крым и попробуйте оттуда что-то там поруководить делами против украинских патриотов и волонтеров. Ну, на самом деле, знаете, это какое-то уникальное просто скотство, которое характеризирует еще и психологические моменты комплекса людей. Тут точно так же у госпожи Венедиктовой это штампы. Штампы с советских времен. Если ты большой начальник, ты должен жить на госдаче. У тебя должна быть в советские времена чайка, но у тебя там Мерседес и какая-то еще машина с мигалкой. Ну, это говорит только об одном. Слушайте, ну, софиты политики портят людей. Ну, реально, приехала из Харькова, построила карьеру. Молодец, очень мало людей так сделал. Но надо же рвать что-то еще. Ну, у меня только вопрос, что будет следующее, да? И, кстати... Это очень интересный вопрос, но самое главное, что нам же пора переходить к следующей теме, к Ермаку. Жень, одну минутку, можно я буквально закончу? Да, да. У меня просто сейчас видение перед глазами возникло. Я вижу, когда Зеленского и его власть, поганый не твой, с Украины, как холодным потом покрывается госпожа Венедиктова, как рыдает она, ее родственники. И как вот я, помните, сказал, не хочу быть дворянкой столбовой, хочу быть владычицей морской, как она кажется у разбитого корыта. И на электричках свой родной Харьков. Могу переходить к второй теме?